Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о современной музыке, и я расскажу об одном произведении, которое я очень люблю, которое написал замечательный композитор Фарадж Караев, сын классика азербайджанской музыки Кара Караева. Фарадж родился в 40-е годы, кажется, в 43-м году, он живет в Москве, мы знакомы, может быть, даже можно сказать, что мы дружим. И я не могу сказать, что я расскажу в этой лекции о Караеве, о Фарадже Караеве, я не могу сказать, что я дам ему портрет, потому что я не так хорошо знаю его музыку, у него есть прекрасная соната для двух фортепиано, у него есть скрипичный концерт. Познакомились мы в 90-м или в 91-м году, когда Фарадж позвонил мне и предложил, просил сыграть его пастлюдию для фортепиано, написанную в 90-м году и посвященную немецкому пианисту Бернхарду Вамбаху. Такая пьеса, он так скромно сказал, играть там нечего, но если технически нечего, если это не этюд листа, это не означает, что пьеса легкая, тем более легкая для игры, легкая для восприятия, может быть, это понятия отличаться могут. Мы с ним очень подробно занимались этой пьесой, и я узнал облик этого замечательного композитора и человека. Я просто совершенно пришел в восторг именно от этой пьесы. От других сочинений тоже, но я их не играл. А когда пропускаешь вещь через себя, через свое нутро, то как-то по-другому совершенно воспринимаешь и вещь, и композитора, который ее написал. Поэтому я говорю студентам, пианистам, играйте сочинения живущих на земле композиторов. Вы посмотрите на человека, сравните личность и творчество, и поймете, как они влияют друг на друга. И когда вы будете играть Бетховена, Баха, Моцарта, вы будете, читая книжки, чувствовать музыку в зависимости от того, каким был человек, этот гениальный композитор. И понимать, уже, так сказать, чувствовать в письмах человека, чувствовать в фотографиях человека. Фотографии будут оживать, потому что очень важно общаться с живым композитором. И вот это слово «постлюдие», я говорил в лекциях о Кейджи. Вообще все искусство прошло через некий такой очень нулевой пункт важный. Примерно в первой половине XX века это было. Вот «Черный квадрат», «Страница молчания», «4.33», «Кейджи». И это совпало с трагическими событиями в истории земной цивилизации, воинами, режимами. И вот это ощущение того, что мы как бы пережили что-то страшное, оно и было, и в XX веке оно развивается. Ощущение усталости. Вот в XIX веке этой усталости было меньше. В XIX веке в искусстве царствовала энергия, развитие, вперед, идея прогресса. Было много революций в политике. Очень связано. Как бы мы ни хотели отрицать развитие общества, какие-то войны, политические процессы. Они связаны с искусством. Никуда от этого, к сожалению, не денешься. Поэтому слово «постлюдие», оно как-то не очень было популярно. Или совсем даже не популярно в XIX веке. Вот у Баха «прелюдия» и «фуга». Понятно, что «прелюдия» перед игрой, а «фуга» – это, так сказать, центральное, главное сочинение этого диптиха «прелюдия» и «фуга». Потом у Бетховена, Шуберта прелюдий не было. Прелюдия появляется у Шопена, но уже без фуг. А куда делась фуга? А к чему прелюдия? Хорошо, да, мы понимаем связь прелюдии Шопена с прелюдиями Баха. Но почему он назвал их прелюдией? А где фуга? Да, можно сказать, вот как бы время фуги ушло, Бах был последним гениальным композитором, который писал фуги в таком количестве. И понятно, что есть фуги у Шостаковича и у всех, многих очень композиторов. Но как бы время фуги, кульминация этого жанра ушла. Но к чему прелюдия? Там у Франка есть прелюдия Харалла и Фугана, у многих есть. Но к чему прелюдия-то? Прелюдия перед игрой. А где сама людия, сама игра? И вот ответ на этот вопрос, мне кажется, постепенное ожидание чего-то. Прелюдия перед чем-то, что должно в жизни, в мире осуществиться. В конце XIX века начинает постепенно овладевать музыкантами ощущение конца света. Эсхатология. Вот эта вот Хованщина, поздний Достоевский, картины мясоедов, самосложения раскольников, потом об этом поговорим. Картинки с выставки, с этой бабой-ягой, апокалиптической совершенно. Скрябин с его трагедиями, мистерия. Многое другое. И, конечно, вот это вот весь XX век. И Малер. Вот эта постлюдийность, постлюдие, что-то после чего-то. Оно, может быть, первое такое знаковое постлюдие, а даже это из Пятой симфонии Малера. Немножко не те ноты, не точные. Цитирует, это оркестровая музыка для струнного оркестра и арфы. Гениальная четвёртая часть его Пятой симфонии. И были постлюдии и раньше, конечно, да. Хотя бы у Шуберта, хотя бы бы дурная соната Шуберта, явная совершенно постлюдие. Но вот эта вот постлюдийность как жанр во второй половине XX века. Ну, у Хиндемита лудостаналис. Прелюдия, 12 контрапунктов, то есть фуг. И последняя вещь – постлюдие. И особенно много постлюдий у Сильвестрова. Сильвестров – это отдельная тема наших лекций. И здесь вот постлюдия у него просто десятки. И вот постлюдия Караева. 90-й год. Тоже как бы вот что-то происходило у нас в обществе, что-то рушилось. Ну, так вроде бы, так сказать, вот эта вот сатаристическая система, так называемая, да. Вся эта, которая оказалась таким уж монстром, таким незыблемым. Вот это рушилось, безусловно. Все ощущали, что вот-вот-вот-вот сейчас все это, так сказать, распадется. А что потом? Но с искусством-то это, конечно, вроде бы отношения как-то не было связано. А на самом деле, вот когда нельзя, есть как бы чувство протеста. Из чувства протеста, из чувства сопротивления режиму создается музыка андеграунда, живопись андеграунда, поэзия андеграунда. А когда андеграунд делается уже, так сказать, все разрешенным, то вот это вот ощущение такого, что ты борешься с режимом, ты герой, ты мученик, оно пропадает. И меняется ситуация, к лучшему или к худшему, иногда к худшему, иногда труднее, иногда легче, конечно. Но вот в любом случае, вот это слово «паслюдие», оно очень характерно для конца 20-го, начала 21-го века. И вот в этом сочинении всего пять страничек. Отточенность максимальная. Кстати, оно пишется Фараджем Караевым всю жизнь. Он написал первую версию, основную версию в 90-м году, и потом много раз его перекладывал, переинструментовывал для самых-самых разных составов. Он гениальный инструментатор. Он так слышит оркестр. Он, кстати, он автор потрясающей инструментовки 10-й соната Скрябина. А что это, как не «паслюдие», последняя соната Скрябина? Есть более 10, по-моему, разных инструментовок, разных вариантов этой «паслюдии» для органа и маримбофона, для струнного квартета и фортепиано, я уж не помню все эти составы. Но изобретательность и какое-то постоянное обращение к этому сочинению, такая жизнь композитора как бы в одном сочинении. У него много других прекрасных сочинений у Фараджа. Но вот перед тем, как сыграть эту вещь, она небольшая, она, может быть, 7-8 минут идёт, и тоже непонятно сколько, потому что вот начинается она как бы из полной тишины. И опять мы вспоминаем Кейджа. Вот только что был час, была полная катастрофа, только что было, так сказать, вот это вот ноль, эта тишина, он мог вполне в начале этой «паслюдии» поставить огромную паузу с фирматой. Вот, то есть, которая означала бы, так сказать, то, что было до этой «паслюдии». Это тоже как бы музыка. И вот первые такты, это вот эта вот нота ля четвёртой октавы, а, а это первая буква алфавита, альфа. Это начало чего-то, но после конца. Игра, начало игры, но после. И вот тут четыре пьяна стоит, это звук, который непонятно возьмёт ли его микрофон, и он, может быть, должен быть сначала совсем неслышан. Хотя на каждом из этих ля четвёртой октавы стоит акцент. Как может быть акцент в динамике четыре пьяна? И повторять это ля можно, тут написано ad libitum, много раз. И что ещё важно, затем пианист начинает беззвучно добавлять другие взятые звуки. И в результате этого тембр этого звука ля меняется. То есть, когда просто мы слышим сначала стук клавиши, потом всё-таки молоточек ударяет легко эту маленькую струнку ля четвёртой октавы, малюсенькую. Абертонов никаких нет, потому что обер – это вверх, там, вверху уже ультразвук фактически. Потом мы прибавляем ля третья октава, она беззвучна. И как будто бы ля третья октава звучит, но это неслышно. Потом мы начинаем брать уже кластер ладонью беззвучно. И вот этот, я громче, погромче сыграю, чтобы было слышно. Вот этот отзвук, он тоже практически неслышан. Но всё равно это вот не это. Смотрите, сравните это и вот это. Всё-таки маленькая разница у меня, по крайней мере, тут в студии есть. Если у вас на ваших средствах прослушивания лекций эта разница, сказать трудно, но она должна быть. И этот кластер беззвучный, то есть количество поднятых демпферов, постоянно возрастает. Я уже беру не только ладонью, но и локтем. Всё это от соль до си. И постепенно этот звук доходит вот до динамики мясо-пиано, не очень тихо. И вот тут берётся педаль уже. А педаль правая – это все демпфера. То есть уже, я говорю с нажатой педалью, совершенно чувствую, так сказать, эхо. Это уже совершенно новый уровень в жизни этого звука ля. То есть музыка, состоящая из одного звука, из некоего ритма. Вначале был ритм. Каждый звук длится примерно 4 секунды. 4 четверти равных 60. Потом 5, 6, 7, 8. И вот возникают первые звуки. Вот эти вот кварты и квинты. Это, конечно, пока ещё не цитата, но это как бы намёк на начало 9 симфонии Бетховена. Начинается, правда, там ре минор, но с таких же квинт. Мы говорили неоднократно тоже, как началась музыка. Сначала был абертоновый октава, потом была кварта, потом квинта, кварта. И вот здесь наоборот, кварта, квинта, все эти интервалы идут уже не снизу вверх, как это было в начале развития музыки, а сверху вниз. После такого краткого напоминания Бетховенской 9 симфонии, опять это ля, но кластер уже действительно хроматический, большой. Семь раз мы слышим это ля, и начинается вторая часть этой пьесы, средняя часть, в которой поразительно что? Фарадж показывает, что он азербайджанский композитор. В такой минималистической, как бы тихой, на грани исчезания, все время квазиниенты, просто неенты, квазиниенты, все время повторяется это слово на каждой странице по нескольку раз. Вот эта фраза, похожая на какую-то, с одной стороны, азербайджанскую какую-то найгрыш. Пять звуков. И вот это повторяется с огромными паузами. Число пять. Символика, человеческое число. Пентатоника – это основной лад многих-многих народных фольклорных музык. Не знаю насчет азербайджанской, но совершенно точно китайская, чувашская, мордовская и так далее. Пентатоника – в этом скрытый лад без малых секунд. Затем семь звуков. И это уже семь белых клавиш. А я еще все-таки не могу удержаться, чтобы не найти в этой пастлюде мотив соли деу глорио, мотив восхваления Бога. Потому что здесь есть первый звук ми, потом второй звук ре, и третий звук соль. Вот этот мотив, о котором я очень часто и много говорю в наших лекциях – «А локоть, видите, лежит». Это, так сказать, так надо играть на белых и черных клавишах. Тут мы Мусорского вспоминали, картинки с выставки, и Бах, и Бетховен, много всего. Тоже есть. И, скорее всего, бессознательное. Но мы уже тоже говорили, что сознательное или бессознательное – это не важно. И вот пять, семь, а потом двенадцать. Вот эти вот три числа. Сначала пять звуков, потом семь. И оставшиеся звуки, видите, к этому мотиву соли деу глорио прибавляется фа. Мы получаем мотив креста. Бах или крест. То есть тут тоже очень все фараж оперирует самыми идеальными, самыми семантически насыщенными формулами интонационными, отработанными, выработанными человечеством. Как бы музыка оживает. Умершая в сочинении Кейджа, беззвучном, музыка, она вдруг божественными инспирациями подает признаки жизни. Как будто после клинической смерти человек воскресает. Как воскресение, идея воскресения здесь. Вот она. Несколько раз повторяется эта интонация в семизвучном виде. И вот первый раз в двенадцатьизвучном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. К семи белым клавишам добавляется пять черных. Тут очень много таких каких-то скрытых совершенно тематических образований, но самое главное, что это кульминация. Пьеса такая, пока еще скрытая. А потом мы привыкаем к этой интонации. Она делается для нас известной, но постепенно меняется отзвук. Сначала вот, потом на диатонике, потом количество клавиш уменьшается, потом их всего семь. И то же количество, видите, то двенадцать, то семь, то пять. Потом пять. И вот в конце концов их две. И все это магически действует, как какой-то крик птицы. Может быть, вещи птицы. Птицы, как пророк. Вспоминается и Скрябин, и Шуман. И, ну, конечно, много очень кейджи тут. Вот. Очень азербайджанская музыка. Народная, национальная. И вдруг, опять, когда это все замерло, возникает еще одна, но уже не намек на Бетховена, а цитата из Грига. Фарадж говорил мне, что это какая-то фортепианная пьеса Грига. Кажется, песня девушки, но вот я сейчас точно не помню. Это было давно. Я, по крайней мере, эту пьесу Грига не встретил в оригинале пока. Ну, такая тихая музыка. По-то стороне, на три пьяно. Тут и педаль, в общем-то, очень должна быть взята полная, изысканная. И после этой цитаты, я сыграю потом всю пьесу, естественно, значит, сначала до конца, мы опять слышим угасающую эту семизвучную формулу. Грустную. Здесь возникает некая грусть. На фоне квинта. А квинта – это тоже, в общем-то, очень такой, как бы, ну, народно, по-народному звучащий интервал. Но он заполняется. Это абертоны, это отзвуки, это постлюди, это те звуки, которые звучат после звука, после игры. И вот игра, а вот после игры. И получается, содержание музыки – это не звук, а отзвук. У Шнитке есть пьесы для органа, называется, и тромбона, называется «Звук и отзвук». «ХАЛЬ» и «ВИДЕРХАЛЬ». Потом прибавляется абертоны, потом «Си», потом «Рэ», и потом уже беззвучно нажимается много звуков от «Ля» до «Соль» диеза. «Двенадцать». Вот. И последний аккорд совершенно выводит нас в иной мир. Здесь рояль, пианист берет беззвучно самые низкие звуки клавиатуры, их семь. Тут числа 5 и 7, 12, очень большую роль играют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. И самые низкие звуки взяв, надо встать и глиссандо по струнам сыграть. Тоже где-то я уже говорил о том, что выход на струны – это выход в иной мир. Струны – это иное пространство и на бытие. Рояль – это клавиши тела, струны – душа. Клавиши видимые, струны – невидимые. Клавиши понятные, струны – непонятные. Там «Форта» написано. Но вот этот вот тихий, такой мистический звук, он постепенно гаснет, и Фарадж пишет «Довести практически до отсутствия звука». «Аль-куази-ниэнте». Как бы довести до минимального. Тут надо ждать очень долго. Фермата может длиться 30-40 секунд. Я иногда нарушаю авторскую запись и начинаю потихонечку снимать эти звуки. «До-си-ниэнте». Потом «Ля-ни-ре-до-ли-ля». Таким образом, как-то видоизменяет текст автора. Не говорил ничего на эту тему с Фараджем. Но, в общем, так, считаю, что это допустимый такой момент. Потому что «Ди-ми-ни-энте» как бы до нуля, но нуля как бы нет. Этот нулик на конце вилочки, он уже после двух черт. Как бы то ни было, вот так я подробно описал, разобрал эту пьесу, чтобы показать, что я в ней вижу, что я в ней слышу. Тут многое еще, конечно, можно. Например, связь этой цитаты Григо с тем, что было раньше. Связь этой романтической, красивой музыки тут влияние чуть-чуть Джорджа Крама, «Макрокосмоса». Может быть, одиннадцатой пьесы чуть-чуть есть. Я ничего в этом плохого не вижу. И теперь я просто сыграю сначала до конца эту пьесу. Пьеса называется «Пастлюди». Автор Фарадж Караев «Посвящение Бернхарду Вамбаху 1990 год». «Макрокосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмосмос ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, всего доброго, до свидания.